Как приготовить брокколи так вкусно, чтобы ее ели даже те, кто брокколи совсем не любит. Ну вот совсем не любит. Попробуйте приготовить брокколи по этому рецепту, и я вас уверяю, она понравится всем членам вашей семьи, друзьям и гостям тоже. Нам понадобится мука, сахар, соль, разрыхлитель, яйцо и, конечно же, сама капуста брокколи. Можно взять свежую брокколи, можно замороженную. Летом я все-таки стараюсь покупать свежую брокколи, а зимой использую замороженную. Ну, берите ту, которая есть у вас в холодильнике или под рукой. Брокколи складываем в кастрюлю. Если брокколи свежая, отрезаем ножницами от нее соцветия и складываем в кастрюльку. Если замороженная, то просто достаем и вытряхиваем из пакета. Размораживать ее предварительно не нужно. Дальше заливаем нашу капусту кипятком или кидаем ее в кипящую воду сразу. Здесь выбираете тот способ, который вам удобнее, который больше нравится. Ставим на плиту, доводим снова до кипения и варим примерно 3 минуты. Затем шумовкой достаем брокколи из кастрюли и перекладываем в другое глубокое блюдо или в другую кастрюльку. Аккуратнее, она горячая. Кстати, брокколи сварилась, если она мягкая, если она легко протыкается ножом или вилкой. Обязательно проверьте. Теперь берем погружной блендер и пробиваем нашу брокколи в пюре. У нас должна получиться однородная консистенция. Потом добавляем в пюре все остальные ингредиенты. Соль, сахар, разрыхлитель, муку и яйцо. Все то же самое, как и на обычной оладьи. По сути, мы с вами готовим оладьи только из брокколи. Если вы хотите не сладкие оладьи, то сахар сюда можно вообще не добавлять. Они тогда будут у вас закусочные. Если наоборот хотите послаще, то сахар можно положить побольше. Затем перемешиваем наше тесто до однородной консистенции с помощью столовой ложки. Если вдруг вам кажется, что тесто получилось уж слишком густое, в него можно добавить немножко молока или кефира. Затем разогреваем в сковородке растительное масло, у меня оливковое, и выкладываем с помощью столовой ложки наши оладьи. Жарим с двух сторон. Все как обычно. Жарьте на среднем или тихом огне, чтобы оладьи и подрумянились, и приготовились внутри. Посмотрите, какие они красивые и очень полезные. Приятного вам аппетита!